В это же время я объезжал и Нерчинскую каторгу. Здесь, среди преступного мира, я как будто снова оживал. Душа моя снова наполнялась чистой любовью ко Христу. Мне не раз легко и светло становилось на душе. Причина этого была не во мне. Причина моего периодического приближения ко Христу лежала в самих арестантах. Они как бы насильно влекли меня ко Христу. Это было так. Когда мне приходилось исповедовать арестантов, то их искреннее и глубокое раскаяние настолько было сильно, что оно вызывало во мне страшное, мучительное самоосуждение. Совесть моя говорила мне, «Смотри, перед тобою стоят тысячи разбойников и злых убийц, одни в колдалах, другие без них. Все они длинной вереницей тянутся ко Христу. Все они всем своим существом ищут Его, желают с Ним примириться. Посмотри на их ланиты, как струятся по ним горькие слезы. А ты? Ты священник. Ты их проповедник. Ты, всегда зовущий их ко Христу, почему же ты сам так далеко уходишь от Христа? Почему ты не хочешь по-прежнему любить своего оскорбленного Господа? Почему ты не хочешь примириться со Христом? Что тебя держит вдали от Него? Ах, Спиридон, Спиридон, помни и никогда не забывай, как страшно впасть в руки живого Бога! Так удары моей совести один за другим бичевали меня. Я плакал. Мне было тяжело, невыносимо тяжело. Один раз, после исповеди многих каторжан, я пришел на свою квартиру. Квартира мне была отведена в доме начальника тюрьмы. Это было в Азерентуйской тюрьме. Поздно вечером, когда мои хозяева легли спать, я не выдержал. Я бросился ничком на подушку и нервно зарыдал. С одной стороны, я был очень рад, что самые закоренелые преступники, заклейменные кайновыми преступлениями, хулившие и отрицавшие Бога, несколько десятков лет не каявшихся, и не причащавшиеся тела и крови Христа, с горячими слезами потянулись к источнику жизни, Христу. И вот, смотря на них, мне было обидно за самого себя и в то же время совестно даже смотреть на икону Спасителя. Мне казалось, будто икона Спасителя, на которую я при исповеди арестантов часто вскидывал свои взоры, только и смотрела на меня, и в ее взоре я читал томительное чувство ожидания Христом моего обращения к Нему. Мне казалось, вот-вот сама икона проговорит мне, что же ты, Спиридон, навсегда ли меня оставил, или когда-нибудь придешь ко мне, прикажешь еще ждать тебя, или ты решился навсегда уйти от меня. Эти мысли, навеянные иконой Спасителя, всю ночь не давали мне покоя. Я часто становился на колено и, горько рыдая, говорил, «Господи, еще чуточку, еще немножко потерпи. Я обязательно буду опять твоим, буду опять любить тебя. Быть может, даже больше и горячее прежнего буду любить тебя. Только я молю тебя, молю тебя всем своим существом, подожди еще меня. Хоть один год потерпи меня. Я обязательно буду твоим, Господи. Я и сейчас готов быть твоим учеником, готов и сейчас любить тебя. Но я сам не знаю, что со мной делается. Почему мое сердце так тесно соединено с миром и вросло в него? Я ведь часто каюсь, часто стремлюсь порвать всякую связь с миром. И опять хочу по-прежнему любить тебя. Но какая-то сила удерживает меня, парализует мою волю. И я чувствую себя, пока не в силах быть твоим учеником, твоим последователем. Молю же тебя, Господи, хоть еще немножко, еще на малое времечко потерпи и оставь меня таким, каков я есть. Поверь мне, спаситель мой, я скоро порву всякую связь с миром и непременно приду к тебе. Только, пожалуйста, будь ко мне милостив, потерпи еще немножко меня. Так в горьких слезах я молился всю ночь. Утром я уснул. На следующий день я опять пошел исповедовать катаржан. Катаржане любили меня, они были со мной христиански откровенны. Их исповедь была удивительно трогательна. И свободный христиан по всей искренности никто не может с ними сравниться. Ко мне на исповедь шли не одни христиане, шли на нее и магометане, и язычники. Трогательная картина. В это время мне казалось, что все эти несчастные узники через свою исповедь непременно наследуют Царство Христово, непременно услышат радостный призыв Христа «Придите, благословенные Отца Моего Небесного, наследуйте Царствие, готованное вам от сложения мира». А нам, таким священнослужителям, как я, скажет «Идите от меня, проклятые, алчные торжники, христианские каиафы, изменники и предатели мои, идите от меня, во все века торговавшие мною и безжалостно предававшие меня, идите от меня, идите от меня, подалицы меры, развратные ханжи, идите от меня, растлители моих овец, кровожадные хищники, идите от меня, я вас не знаю, извратители моего закона и вдохновители всякого зла, я вас не знаю, уточненные моим телом и упоенные мою кровью, враги и распинатели мои, я вас поставил блестителями и пастырями овец моих, а вы все время существования христианства на земле только и знали, что продавали меня, торговали мною, из-за власти убивали один другого, проклинали друг друга и церковь мою, в неистовстве безжалостно разрывали на мелкие кусочки, идите от меня, я вас не знаю. Так скажет нам Христос в тот день, когда придет судить живых и мертвых, и я знаю, что из всех осужденных священнослужителей Христос первого и твергнет меня за то, что я некогда любил его, пользовался особой его ко мне любовью, а теперь дальше от меня, от него никого не стоит. Хотя бы взять вот этих несчастных отражан. До вчерашнего дня они были грешниками, они хулили Христа, они были отвергнутыми от Спасителя мира, а теперь все они с необыкновенной любовью идут к Нему, идут со слезами, идут со знанием своей вины перед Ним. Я же только вижу, как другие идут ко Господу, а сам только поворачиваюсь назад и смотрю на этих милых узников. Многие же мои торопливо спешат все дальше и дальше уходить от моего сладчайшего Иисуса. И на какую даль я уйду от моего Господа, я не знаю. И долго ли я буду блуждать без Христа, я тоже не знаю. Так я размышлял в то время. Размышляя таким образом, я предносил своему воображению то, что буду Христом судим по всей строгости евангельской правды, что с самого моего появления в мире и до самого последнего моего вздоха все мои мысли, все чувства и самые затаенные, сокровенные движения моего сердца и все стремления моей воли и все душевные мои переживания и все атомы моего телесного организма будут пересмотрены всевидящим оком правосудия Божия. И вот тут она станет моя вечная погибель, ибо я хорошо себя знаю, что я по своей жизни враг Христа. Я не настолько утратил здравый смысл, чтобы утешать себя теософическими положениями. Богочеловечества нет. Я твердо был убежден, что всякий, не живущий жизнью Христа, не растворяющий свою волю в воле Божией и не исполняющий учения назарецкого Иисуса, погибнет и погибнет окончательно. И вот эта-то погибель неминуема и ждет меня. В самом деле, вот хотя бы взять теперь мое служение литургии среди узников, все арестанты смотрят на меня, как на христианского священнослужителя. Они исповедуются у меня. С величайшим напряжением ума и сердца они выстаивают всю литургию, надеясь на то, что эта литургия совершит для них нечто непостижимое для ума человеческого. Через таинство Евхаристии соединит их со Христом. Эту литургию совершаю я. Что же я такое? Я величайший грешник на земле. Я блудник. Я лицемер. Я гордец. Я тщеславный монах. Я соблазнитель многих душ. Я человеконенавистник. Я изменник Христу. Я богопродавец. Я предатель спасителя. Я враг сыну Божию. Я лжец. Я обманщик. Я клятвопреступник. Я служитель миру. Я раб греха. Я христианский антихрист. И вот я, вросший в эти грехи и органически сочетавшись и сжившись с ними, страшно сказать, совершаю божественную литургию, совершаю таинство церкви. Страшно подумать, насколько эти несчастные арестанты стоят выше меня по своей духовной праведности. Тут я не мог удержаться от слез. Мне было стыдно стоять у престола. Я рыдал. Однажды во время моих просещений катражан мне пришлось встретить среди них одного сатаниста. Он открыл мне всю свою жизнь. Она была ужасна. От его рассказа я находился целый месяц под страшным кошмаром. Мне все время грезилась детская кровь, на которой он совершал свою черную мессу. И страшно неописуемое гнусное осквернение Христа и издевательство над ним. Но когда я стал копаться в своей душе, то тем более я ужаснулся. Ужаснулся я потому, что ведь и моя жизнь есть сплошное повседневное служение сатанизму. Каторжник-сатанист отличался от меня лишь тем, что он без всяких компромиссов всем своим существом служил дьяволу. Моя же жизнь состояла из одних чистых компромиссов между Христом и дьяволом, между чистым, святым христианством и христианским язычеством. Поэтому я ничуть не считал себя лучше того сатаниста. В самом деле. Не та же ли черная месса есть и вся жизнь христианина, сознательно направленная против Евангелия? Как можно назвать ту жизнь христианина, которая ровно ничего в себе не имеет святого? Не есть ли тот же самый сатанизм жизнь христианина, сознательно живущего, противоположна учению Христа? Выстреченный мной сатанист был, я бы его назвал религиозно-культовый сатанист, сознающий, отвергающий же заповеди Христа и неисполняющий их есть тоже сатанист, только повседневный, обыкновенный, практически сатанист. К последним я причисляю самого себя. Компромиссы между Христом и миром в моей личной жизни были сплошным с моей стороны служением дьяволу. О, эти компромиссы, они на протяжении девятнадцати веков и создали из христианства какое-то чудовищное язычество. И какое страшное язычество, которое в одно и то же время считает себя христианством и идет враждебно и сознательно против Христа. Благодаря им в христианство влился эллинизм, влился и весь иудаизм, против которого всю жизнь боролся сам Христос. А теперь вливается в него весь языческий Восток, так называемый индуизм. Современное христианство есть поистине самая жалкая и чудовищная карикатура истинного христианства. Оно живет в настоящее время более политикой мира сего, чем самим Христом, более язычеством, чем нормами евангельской жизни. Что же касается нас, современного христианского духовенства, то и оно для евангельской жизни совершенно мертво. Его заели страшные паразиты, властолюбие, сребролюбие, торговля живым христианским Богом, лицемерие, политика, лесть, раболепие, пошлое служение имущим власть сильным мира сего и так далее. Что же касается христианской интеллигенции, то и она сильно заражена умовой идеологой материализма и затхлого пантеизма. Правда, как среди духовенства, так и среди интеллигенции были и есть истинные ученики и последователи Христа, но их так мало, что они в антихристианской массе совершенно теряются, распыляются и их незаметно. Но самая основная опасность для христианства кроется все же не в эллинизме, не в иудаизме и даже не в индуизме. Она кроется в мертвом, разлагающемся индифферентиизме современного церковного образа жизни. Современная церковная жизнь – самый опасный и труднопобедимый враг истинного христианства. Ее враждебность ко Христу заключается в том, что она, то есть церковная жизнь, при всех своих таинствах и иерархическом священстве живет абсолютно без живого Христа. Ее Христос потерял всякую власть над волей христианина. Он не касается самой жизни своих церковников. Он довольствуется лишь тем, что его христиане значатся в церковно-метрических справках, больше этого он от них ничего и не требует. Но такой Христос есть Христос церковных чиновников, Христос одних наемников, Христос христианских язычников, а не Христос истинных христиан. Мне вспомнили слова одного каторжанина, который как-то мне заявил, что современное христианство это страшная фабрика, где фабрикуются одни безбожники и преступники. Вспоминая эти ужасные слова арестанта, я мысленно остановился на самом себе и спрашивал свою собственную совесть, скажи мне, есть ли во мне хоть что-нибудь похожее на христианина? И совесть моя ответила мне отрицательно. Мне было тяжело. Кроме сих кающихся каторжан, сихи арестантов, мне приходилось встречать и величайших подвижников христовых. Это те каторжане, которые, будучи на свободе, а потом даже уже и в тюрьме, брали на себя добровольно преступления других и ради Христа из любви к самим преступникам и к их несчастным семьям безропотно несли как виновные всю тяжесть каторжной жизни. Таких я знал несколько человек. И вот, встречая этих подвижников христовых, я опять почувствовал нестерпимую жажду любить Господа и любить Его так, чтобы в этой любви окончательно потонуть, исчезнуть и превратиться в самое пламя чистой святой любви. О, как мне тогда захотелось любить своего сладчайшего Иисуса! Я говорил тогда ему, Царь мой, Христос! Будь ко мне милостив, зажги мое сердце и раскали его огнем любви к тебе, Христос мой! Ты сам знаешь, что я уже больше не могу без тебя жить. Довольно! Я и так без тебя выстрадал много, вернись ко мне же снова, Спаситель мой! Что же ты всех любишь, всех милуешь, только я один лишен твоей любви ко мне! Я тогда только твердо уверюсь в твоей любви ко мне, когда я по-прежнему буду любить тебя! Да будет, Господи, твоя любовь в моей любви к тебе! Вот! Я увидел и узнал твоих истинных рабов, которые безропотно несут всю тяжесть каторжной жизни и несут ее ради любви к своим ближним! О, Спаситель мой! О, мой! Сделай меня одним из таковых твоих подвижников! Иначе я, Господи, жить не могу! Умертви меня! Так я молился! Христос молчал, он не отвечал на мою молитву, причина мне была известна. Я всю свою жизнь жестоко огорчал его. Кроме этих подвижников каторжан, мне приходилось еще встречаться и с великими святыми из бродяг. О, эти дивные бродяги! Сколько духовного света они внесли в мою мрачную душу! Я даже и сейчас, как вспоминаю их, так сердце мое и рвется подражать их жизни. Многих из них мне приходилось даже исповедовать и причащать святыми тайнами. Подобный хим, в смысле внутреннего духовного христианского подвига, я еще не встречал христиан. Удивительное дело, при виде их, я буквально умирал от одной тоски по моему Христу. Мне в то время представлялось, что я больше не соединюсь со Христом. Слишком далеко, о, как далеко я ушел от Него. Невыносимо тоскливо и смертельно тяжело мне было находиться без Христа. Были целые ночи, когда я был в глубоком отчаянии, просто надрывался от одного неутешного печального рыдания. Одна ревность ко Христу не давала мне покоя. Я очень ревновал к Нему тех же самых святых бродях. Боже мой, со слезами молился я ко Христу. Зачем ты отверг меня от себя? Почему ты других спасаешь, а меня не хочешь спасти? Почему ты насильно не влечешь меня к себе? Почему ты опять не зажжешь моего сердца пламенем любви к тебе? Поверь же мне, Господи, что я без тебя умираю. Бог мой, Христос мой, разве тебе держать меня, что я столько лет томлюсь в страшном одиночестве богоотдаленности без тебя? Может быть, ты, святой мой царь и законодатель, хочешь отвергнуть и навеки забыть меня? О, Христос мой, разве ты не знаешь, что ты мой, и я хочу одного только, любить тебя? Что хочешь, Господи, делай со мною, но я хочу быть чистой жертвою, живой жертвою одной любви к тебе. Если я тебя так сильно огорчил и прогневал, ты властен меня за это наказывать, поражать мое тело самыми страшными болезнями, проказы, туберкулезом, параличем, безумием и другими страданиями. Только дай мне любить тебя и любить бесконечную любовью. По смерти же моей ты так же, Господи, что хочешь, делай с душой моей. Я ничего тебе, мой спаситель, не скажу. Если ты мою душу и низвергнешь самую преисподнюю, только и дай мне любить тебя и любить тебя вечно, бесконечно, пламенную любовью, любить тебя всем существом моим. Вот такая тоска по Христу вырывалась из глубин моего сердца в то время, когда мне приходилось встречать великих подвижников, сибирских бродяг. Ах, мои милые бродяги, не могу без слез вспомнить о вас, многим, многим обязан я вам в своей жизни. Наступила русско-японская война, а затем революция. В это время я стал впервые прозревать относительно войны, а также присяги, государства, национальности, но это были лишь первые проблески прояснения моего сознания. Я стал понимать, что церковь впала в страшный грех, приняв под свою священную опеку и самую человеческую бойню, называемую войною. Она своей молитвою о христолюбивом воинстве, о пособии и покорить и покорить и под нозе всякого ограга и супостата. Стало меня страшно смущать. Я сильно над этим ломал свою голову, и сколько я не думал, сколько не старался понять законы существования войны на земле, я все же без соблазна не мог от нее освободиться. Соблазн для меня находился в самом Ветхом Завете. Я в то время думал, что для христиан Ветхий Завет также ценен и таким же он остается законом, каким был для иудеев. Нагорную же проповедь Христа как Христово законодательство для всех христиан я к стыду своему даже тогда и не вспомнил. На место безусловного христианского закона Нагорной проповеди моему воображению, конечно, в защиту войны приносились Сергий Радонежский, благословляющий своих иноков на ратную битву с татарами. Затем бесчисленное множество всяких в России, Греции и других христианских странах святых, также благословляющих войну. Затем военные чудотворные иконы, кроме всего якобы и само Евангелие, которое в устах представителей церкви не только не отрицает войну, но даже освящает и узаконяет ее. Все это меня сильно соблазняло, и я никак не мог решительно освободиться от войны. Настала революция. Все эти дни из моей комнаты почти не выходили революционеры. С раннего утра и до позднего вечера одни входили, другие выходили. Каждый из них предлагал мне свою политическую партию, свою социальную программу, и каждый из них старался тем или иным путем увлечь меня на свою сторону. В то время я опять с новой силой стал вспоминать Христа. И опять мне хотелось кричать ему, кричать для того, чтобы он расположил сердце всей России к его евангельскому учению. Ведь только одно его учение властно и всемогуще абсолютно присоздать человека и преобразовать нашу общественную жизнь. В это время при виде войны и всяких волнений в России я заметил в самом себе как бы какую-то острую досаду даже на самого Христа. Досадовал я на него за то, что он как будто равнодушно смотрит на братоубийственную жизнь людей. Мне хотелось, чтобы он тем или иным способом мгновенно прекратил всякие междоусобия, но вскоре я понял, что в жизни людей, в ее благоустройстве и в ее хаосе больше всего ответственны сами люди. Вот уже девятнадцать веков, как учение Христа находится на земле, а люди его совершенно не знают. Кроме учения Христа люди уже все перебрали, вы все перепробовали, все переиспытали, вы все перечувствовали и все пережили, и только за все эти века христиане даже пальцем не дотрагивались до одного лишь учения Христа. К стыду всего христианства учение Господа до сего дня находится лишь на мертвых страницах Евангелия. Правда, Евангелие иногда христианами читается, оно переходит из рук в руки, но чтобы оно переносилось со страниц в живое человеческое сердце, в самую гущу жизни, этого до сего времени еще не было. Печальна участь на земле Евангелия. До сего дня оно лежит в девственном, непочатом, совершенно нетронутом состоянии. Только редкие исключительные личности действительно дотрагивались и дотрагиваются до Него. И со страниц этой священной книги все слова Христа переносили и переносят на живые страницы своей собственной жизни. Много меня в этом огорчала и сама церковь. С того дня, как она побраталась с государством, она слишком далеко ушла в сторону от своего основателя. В настоящее же время церковь в лице своих представителей, живя без живого, своего основателя и руководителя Христа, чувствует себя гораздо спокойнее и свободнее, чем в первые три века своей юной жизни на земле. Может быть, это потому, что она настолько уже в настоящее время окрепла, что не нуждается во Христе, считает, что его могут свободно заменить собою папы, патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы и весь притч церковный. Не потому ли она и спит себе до сего времени с самым сладким и непробудным сном мертвой беспечности? Для ее представителей в настоящее время совершенно безразлично, веруют ли христиане во Христа или не веруют, почитают его за живого Бога или нет, живут ли по учению Христа или нет. Все это для них все равно. Если они иногда как будто и пробуждаются от своей многовековой глубокой спячки, то это лишь тогда только, когда эти церковные представители чувствовали, что из их рук по той или иной причине ускользала власть, а вместе с тем и сытая беспечная жизнь, когда же власть снова оказывалась в их руках, то они снова успокаивались и снова ложились на неподвижные мертвые формулы христианских догматов и снова засыпали сладким сном абсолютной беспечности, нисколько не заботясь о том, чтобы все эти догматы воплотить в свою личную жизнь, а потом и в самую жизнь соборной Вселенской Апостольской Церкви. Воплотить их в свою личную жизнь и в жизнь соборную, церковную необходимо нужно для того, чтобы пережить их, пережить цельно и совершенно, пережить не только головой, сколько христианской богостыновной волей, самой церковной повседневной жизнью, и пережить не иначе, как через моральные богостыновные принципы евангельского учения, ведь в этом и заключается весь долг нашей христианской жизни.